Если раньше проблемы ставили философы и писатели, то теперь их ставят популярные блогеры. Это не хорошо, не плохо. Это просто такая тенденция времени. С ней нужно смириться, принять это как данность и так далее. Мы находимся с вами в довольно знаковом месте, потому что вот там вот в двух шагах, на углу Графского и Владимирского переулка, Графского переулка и Владимирского проспекта, началась литературная слава Федора Михайловича Достоевского, которая не заканчивается и по сей день. Причем литературная слава всемирная теперь уже, да? На тот-то момент она была исключительно петербургского характера. Именно там он жил с Григоровичем, там он закончил свою дебютную повесть «Бедные люди». Оттуда Григорович снес в поварской переулок Некрасову эту повесть. Они прочитали, все в слезах, соплях прибежали его поздравлять. Потом, соответственно, Некрасов отнес эту повесть Белинскому на угол. В Фонтанке и Невского, соответственно, с фразой «Новый Гоголь явился», на что Белинскому ответил «У вас, Гоголь, это как грибы растут». В общем, ну и так далее. Все дальнейшее вы знаете прекрасно без меня. Как раз вчера я вот об этом всем рассказал, потому что здесь у нас проходила экскурсия. И, собственно, вот я подвел их, своих экскурсантов, к этому дому. Здесь висит мемориальная доска Ольги Бергольц. Вообще, сам этот дом известен как «Слеза социализма». Это вот проект под названием «Дом коммуна». Там не предполагалось, например, кухонь. То есть на первом этаже должны были базироваться детский сад и столовая. Все должны были есть вместе. Но, как вы понимаете, данное начинание не шибко-то прижилось. И заселили его инженерами и писателями. Вот среди них была Ольга Бергольц. В ее творчестве есть такие строчки, как «Двух детей потеряла я на воле сама, третью дочь отобрала до рождения тюрьма». Если не быть знакомым с биографией Ольги Бергольц, то можно подумать, что это некая такая фигура речи. Ну, как у Ахматовой муж хлестал меня узорчатым в сложным ремнем. На самом деле Гумилев, понятное дело, никаким ремнем ее не хлестал. Но в обществе, кстати, приняли это за чистую монету. Но в случае с Бергольц это не фигура речи, это не гипербола, это на самом деле отображение ее действительности. Ольга Бергольц была сто процентов воцерковленной в новую коммунистическую веру барышней. Она вышла замуж за поэта Корнилова. И, собственно, они вот испаряли как раз новую такую ячейку общества, свято верящие в идеалы, которые тогда проповедовались. И Корнилов, он известен тем, что написал, ну, он много чего написал, да, но самое известное его произведение, это песня, помните, вот это? «Нас утро встречает прохладой» и так далее, там, «Кудрявое, что ж ты не рада». Значит, музыку, кстати, написал Шостакович к этому фильму. Это из фильма, песня. Фильм, по-моему, «Встречный» называется, я точно не помню. Ну, уточните, что в комментариях. Чем закончил Корнилов? Ну, надо сказать, что у него там были потом проблемы с алкоголизмом. Вообще, Бергольц с ним рассталась, он был ее первым мужем, у них родилась дочь, и она умерла, по-моему, в семилетнем возрасте. Там у нее был какой-то порог сердца на фоне пережитой ангины. В общем, это была первая ее такая трагедия. Но, собственно, как вы понимаете, зло алкоголизм не расстреливают. Его обвинили в участии в антисоветской Тараскидской организации и в 1938 году прихлопнули. После чего, кстати, вот эта песня, она когда где-то там фигурировала, то писали, что слова народные. Ну, вот, собственно, это такая традиционная история с этим товарищем Корниловым. Что поразительно в наше время, и с чем я сталкиваюсь уже не первый год, что очень много экспертов, которые и заявят, что... Ну, у Корнилов, на самом деле, наверное, и был траскист, раз это было, собственно, доказано. И, в общем-то, за дело его и чпокнули. И даже то, что его потом оправдали, реабилитировали, ну, это как бы ничего не значит, потому что это было, скорее всего, предательство тогдашних чиновников, ибо в наших спецслужбах и службах внутреннего порядка и охраны и наблюдения за нравами людей, живущих в стране Советов, никогда не ошибались. Потому что если ты враг народу, значит, тебе туда, собственно, и надо. И вот это вот краеугольный камень, собственно, всей проблемы. Дело в том, что Ольга Бергульц, она была дважды обвинена в различных грехах. Второй грех был в том, что она замышляла убийство, значит, Жданова и Ворошилова. Ее посадили, с ней очень жестко обращались, из нее пытались выбить показания. Выбить в прямом смысле этого слова. Она была беременная на шестом месяце, ее били сапогами по животу, ну, со знанием дела ребята подходили. И, в общем-то, это все закончилось тем, что, естественно, ребенок умер в утробе, она долго не могла его выкинуть, то есть организм был крепкий, молодой, сопротивлялся, выкидыша не было. И она, собственно, валялась у себя в камере. Надеялись, наверное, на то, что она от сепсиса и сдохнет благополучно. Ну, и, в общем-то, меньше проблемой. Но в итоге выкидыш случился. И вот она, валяясь в луже крови собственной, вынудила ее охранить или отправить в тюремную больницу. Ее кинули на телегу. И вот она в своем дневнике спишет, что, когда ее туда благополучно отправили, везли ее по всяким ухабам. И она лежала вот в крови и сказала вознице, что, вот смотри, так вот везут врага народа. На что, смакнув слезу, сказал, что, ну, что же мы, нелюди, и избавил ход. В больнице врач сказал ей, что детей у нее больше не будет. То есть она будет беременеть. Но вот как раз где-то на пятом, на шестом месяце она будет выкидывать, потому что организм запомнил это издевательское отношение. Учитывая то, что у нее была еще вторая дочь, которая точно так же умерла, то надо себе представить вообще положение Ольги Бергольц. Поразительно и характерно, что даже после этого, несмотря на то, что она вот написала свои знаменитые слова в дневнике, что вот грязными пальцами копошились в душе, потом выкинули на улицу и сказали, живи. Но она не перестала верить в коммунистические идеалы, и жила она по-прежнему в этом доме уже со своим вторым мужем. И когда началась война и случилась, собственно, блокада, Бергольц стала такой вот нашим левитаном в юбке. То есть ее голос, он помогал ленинградцам выжить. Она выходила вот из этого дома, плелась, как могла, до Невского проспекта. Мы находимся вообще на улице Рубинштейна, да, чтобы вы понимали, бывшая Троицкая улица. Вот туда, до Невского проспекта она шла, там поворачивала налево, доходила до Малой Садовой, поворачивала направо и доходила до дома радио. Где, кстати, тоже висит мемориальная доска в ее честь. И оттуда она вот общалась с ленинградцами, рассказывала свои стихи, и это подкрепляло силы. Именно ее строчки «Никто не забыто, ничто не забыто» выбиты на гранитных, собственно, постаментах, ну, не постаментах, гранитных вот этих вот глыбах, которые на Пискаревском мемориальном кладбище находятся. К сожалению, некоторые даже и не помнят, кто автор этих строк. Это Ольга Бергольц. После войны, да, муж ее, кстати, умер от голода, вот в этом доме, и у нее не было денег даже на то, чтобы ее похоронить, потому что тогда хоронили только за хлеб. Хлеба у нее не было, поэтому, собственно, его похоронили в братской могиле. После войны, казалось бы, ну, то есть, великий народ победил, великая страна одержала великую победу, но начались, опять-таки, гонения на Ольгу Бергольц, не такие жесткие, как на Ахматову. Ахматову вообще прессанули очень конкретно. Бергольц, кстати, продолжал с ней общаться с этим поганым врагом народа, Анна Андреевна Ахматовой, и, соответственно, вот ее начали прессовать. И вот, знаете, вот метод, как бы, кнутая пряника. Сначала мы тебя чуть-чуть напечатаем, потом мы тебя прессанем. Напечатаем, прессанем. Ей даже присвоили Сталинскую премию. Рассвет ее наступил в эпоху оттепеля. Там даже автобиографичную книгу ее напечатали. Ну, а потом опять бум-бум. Она вышла замуж третий раз за человека, который был гораздо моложе ее. И, собственно, вот в этот момент она уже началась, начала как-то разочаровываться в системе, в которой она росла и выросла вот до такого состояния. И поскольку, ну, она была закоренелой и убежденной коммунисткой, то, естественно, покончить с собой она не могла. Ну, и она выбрала традиционный путь – алкоголизм. То есть довела себя до состояния смерти посредством горячительных спиртных напитков. Ее пытались спасти, на самом деле, но у нее там осталась одна почка после блокады. И, в общем-то, не мудрено дело, что она в итоге умерла. То есть человек пережил блокаду, ну, не все, ее эвакуировали, но, тем не менее, самые страшные годы. Ну, и как моя бабушка, да, ее тоже эвакуировали, но самую страшную зиму она пережила. Но вот, как бы, советское бытие в итоге ее скрутило. И вот вопрос, что с этим делать? Ну, то есть, как бы, опять-таки, понимаете, я иногда делаю такие эксперименты, я, прежде чем записывать видео, я делаю посты себя в группе. И, в общем-то, и даже в этом посте я написал, что в нашу эпоху люди напишут, что, ну, как бы, что, ну, значит, наверное, били за дело, потому что она же троцкистка была, да? Ну, оправдали, ну, хорошо. Ну, а потом тоже за дело. Ну, вот после войны, например, она была инициатором и одним из организаторов Музея обороны Ленинграда. Что стало с этим музеем? Его просто разгромили к черту и бабушке, потому что началось ленинградское дело, и вообще не гоже. Браг повсюду, собственно, надо быть бдительным. Для Абергольца это был просто, ну, удар ниже пояса. Конечно, не про женщин сказано, но тем не менее, да? То есть, опять-таки, представьте, что она ощущала. Ну, скажут, что, ну, да, ну, надо было закрыть музей, надо было вот и этих всех поганых вот в ленинградском деле тоже пострелять и Кузнецова. Он хоть, конечно, и был в органах безопасности, да, но тем не менее, все равно расстреляли за дело. Хотя, как вот мы с Егором выяснили, это все-таки были такие внутри партийные разборки, потому что слишком была велика слава Кузнецова. Во многом благодаря ему город и выжил. Хотя у него, кстати, до войны тоже была такая не очень прозрачная биография с точки зрения репрессии и всего остального, да, но вот во время войны он проявил себя должным образом, ну, и, собственно, его и репрессировали по тому же самому ленинградскому делу. Это к вопросу о том, что зато вот под управлением великого Сталина и большевиков мы победили войну и выиграли блокаду. Ну, вот, пожалуйста, конкретный большевик пошел под, так сказать, разнос прямой. Вот уже много лет я наблюдаю в своей жизни потрясающую тенденцию, когда люди, сидя на диванах, они пишут на голубом глазу, пишут, что, ну, да, ну, было время, так, ну, расстреляли, ну, что поделать. Более того, есть определенные категории граждан, граждан, которые считают, что вот в приговорах она вот вся правда так и есть. И когда ты начинаешь говорить про реабилитацию, ну, тебе говорят, ну, это уже во времена перестройки, хотя большая часть реабилитирована была еще в каком-то 56-57 году, да, вот эта вот была волна реабилитации еще, да, как перестройка там не... Там еще даже оттепель еще не пахла еще тогда. Ну, вот, как бы хоть ков на голове тиши. Причем пример сбергольца – это не единственный пример, когда абсолютно, ну, сто процентов такую нашу девушку прессует. Ну, скажем, вот, не девушка, но вот Мейерхольд. Абсолютно сто процентов тоже высорковленный в эту культуру человек. Он пропагандировал советский строй, он пропагандировал коммунизм, он ходил вот в этом Кажане своем, или Кажане, как правильно говорить, там, в кепке. Да, все его там спектакли, они были абсолютно пропагандистскими. Ну, и чем он закончил? Вот я в Брюсовом переулке водил миллион раз экскурсий, в этом сезоне у меня будет, да, его опять-таки чпокнули, а супругу его, бывшую жену, кстати, Есенина Зинаиду Райх, просто зарезали в квартире в этом самом Брюсовом переулке. И, казалось бы, нам надо, ну, как-то, я не знаю, посочувствовать, да, но нет, нет. Вот есть Сёдр Михаил Жостоевский, который в свое время поставил проблему довольно остро. Она называется «Слезинка ребенка». И вот с одной стороны у нас Жостоевский, великий русский писатель, «Слезинка ребенка», и все такое прочее, а с другой стороны вот эти прекрасные люди, которые совершенно спокойно пишут, что, ну, ну, да, ну, а что, ну, подумаешь там, ну, отсидел или отсидел, а там, ну, с кем не бывает, да, то есть, ну, или расстреляли, ну, ведь время было такое, ведь Советский Союз это был не сахар и так далее. Ну, вот мне всегда хочется спросить, ну, вот и тебя бы, дорогой, тут расстреляли, или, там, твою маму, или твою папу, или вот, ну, вот, что там далеко ходить. Вот у меня дед второй, да, у меня два деда, один, ну, точнее, оба умерли, и вот второй умер совсем рано, и моя бабушка, она нашла себе, ну, некого такого, еще одного деда, и вот этот вот еще один дед, он мне рассказывал, что когда он был в колхозе, то ему, чтобы жениться на тогда еще на своей жене, ему нужно было ходить и клянчить паспорт у председателя колхоза, потому что он не мог никуда выехать, рассказал, как они там жили, что они ели, сколько он получал, какие у него были возможности, и вот, если я это все расскажу, то мне скажут, что это все чушь собачья, все было не так, колхозы это было приятное, прекрасное начинание, все там жили замечательно, то есть вот все, что мне рассказал этот человек про свой личный опыт, мне нужно запихнуть себе в жопу, потому что есть люди, которые знают гораздо больше меня, они, более того, они знают гораздо больше меня про меня самого, то есть тебе могут написать, там, когда тебе, там, не очень хорошо, например, кончай бухать, ну, явный пример, ну, и вообще вот это вот, вот эти доводы, знаете, что, ну, вот, в деле же написано, что, там, враг народа, значит, он враг народа, или, как вот мне тут один человек написал в комментариях, ну, вот, она же не любила Жданова, ну, все же логично, то есть это вот такая, знаете, советская риторика, ну, ты вот носишь длинные волосы, да, ну, пидор однозначно, ну, или там, не знаю, в узких джинсах ходишь, ну, тоже, ну, это же очевидно, да? И я вот, как к демонстрации всего, что сказано, хочу прочитать один вопрос, который вот у меня в группе как раз под этим постом одна девушка, девушка задала, причем я после этого написал, а можно я вас еще видел? Она сказала, да, пожалуйста. Значит, вопрос следующий. Вот вы лично знаете людей, которые мечтают, чтобы страна стала колонией США, как многие индейцы любили быть рабами англичан. Этих людей разве не надо убить? Разве элиты и интеллигенции, которые переданы врагу, ну, наверное, преданы, да? Преданы врагу, недостойны репрессий? Ну, вот я спрашиваю, а можно? Он говорит, да, пожалуйста. Китай, Индия в свое время никто не репрессировали. И Китай, элита, их милая интеллигенция продала свой народ. Ну, и, в общем, там пошло-поехало. Ну, то есть, вот, представляете, да, 21 век на дворе, вот, прекрасная девушка, если ткнуть на нее, ну, вполне себе сидит в кресле, молодая, симпатичная. И вот она вот задает вот такие вопросы, а вот эту всю поганую элиту и интеллигенцию, заметьте, да, вот не надо ли разве убить? Ну, то есть, во-первых, я среди своих знакомых не знаю ни одного человека, я хоть и либеральных взглядов, кто мечтал бы, чтобы Россия стала колонией США. Я вам открою страшную тайну, мы и так уже колония США, потому что, ну, мы пользуемся благами всеми, которые это США и производит. А почему так произошло? Вот здесь мы подходим к самому главному моменту, собственно, ради которого я и хотел записать это видео. В 1877 году состоялся процесс 50, так называемый. Тогда шли вот эти процессы косяками. Самый известный процесс 193, на самом деле я про него рассказывал в одном из своих видео, когда рассказывал про народовольцев. И там была одна из революционерок, которая на тот момент даже еще и революционеркой не являлась. Царская власть сама себе революционера клепала за счет этих процессов. Софья Бардина. И она произнесла такую знаменитую речь, и там была такая фраза, которая стала крылатой. Она звучит так. «Идеи на штыки не улавливаются». Царская власть этого не понимала. То есть она, вот Российскую империю погубило непонимание этого концепта. То есть если ты будешь постоянно прессовать, ты можешь убить людей, но идею ты не убьешь. И Российская империя, она развалилась изнутри. С чем на самом деле большинство и не спорят. То есть были, конечно, и внешние факторы, которые на это повлияли, но основная причина была внутренняя. Советский Союз наступил на те же самые грабли, что и царская Россия. Когда вы начинаете убивать вот этих вот людей, начиная с Губелева, заканчивая там Пильником, ну и так далее, да, то есть когда страна начинает убивать, собственно, поэтов, писателей, режиссеров, актеров и так далее, то она закончилась. Вот она закончилась прямо здесь и сейчас. Поэтому, когда мне задают вопросы, от чего развалился Советский Союз, вот от этого он развалился. Был пассионарный заряд, который миновал, и было понятно, что, ну, по закону сохранения энергии, обратка когда-то прилетит. И она прилетит. В то время как в Соединенных Штатах Америки, это опять-таки к вопросу, а что в других странах так не было, вот у меня в Перми был очень интересный диалог, где вот человек, абсолютно неглупый, наслушавшись опять-таки много чего интересного в интернетах, мне начал рассказывать про то, как прессовали в США. Да, в США прессовали коммунистов, но их там не расстреливали, тем более пачками. Вот в чем проблемка. И в Соединенных Штатах Америки я могу делать опрос в футболке с гербом Советского Союза, что я и сделал в городе Вашингтоне. Он есть у меня на канале. И всем насрать. Всем вообще по барабану. Пока ты не налепил себе свастику вот так вот, в полметра, никто тебе ничего не скажет. Потому что вот там поняли, что идеи на штыки не улавливаются, и надо на самом деле давать людям возможность самореализации и не прессовать, уж тем более не убивать их за то, что они мыслят по-другому. А у нас, к сожалению, система была высрана именно этим. Да, было величие, я согласен. И полеты в космос, и Великая Победа, и все такое прочее, и бла-бла-бла. Но, к сожалению, это был колосс на глиняных ногах. Признать это непросто. Признать это крайне сложно, и я абсолютно уверен, что большинство ее никогда не признает. Ну, потому что легче, знаете, кто на Украине во всем виноват? Проклятые москали. Кто виноват в развале Советского Союза? Ну, я не знаю, там, ЦРУ, там, какая-нибудь партийная верхушка. Кстати, кто ее туда послал, эту партийную верхушку, эту партию, да? ЦРУ ее послала? Или они были, собственно, продуктом, собственно, эволюции, да? Партийные, то есть все, кто угодно, но только не сама система, которая была построена. Вот в этом и есть, мне кажется, основная проблема неприятия или неприятия действительности в настоящий момент. Поэтому и бурлит у всех вокруг этого фильма Дудзя, который, естественно, перекошен в другую сторону. Это вот как Ельцин-центр, в котором я тут побывал, в городе Екатеринбурге, где отображена только одна часть морозиланского балета, и никак не вторая. Но, к сожалению, у нас постоянно идет перекос. У нас либо, понимаете, у нас либо большие репрессии, либо великие ракеты. Сбалансированного восприятия нет. И как только ты говоришь на какую-то одну из этих тем, тебе сразу прилетают с противоположной стороны. Ну вот как сейчас мне прилетит от заявных сталинистов и прочих истов, которые очередной раз напишут, что меня надо расстрелять. И я абсолютно уверен, что меня бы и расстреляли. Вот совершенно точно. Потому что сейчас вот такие вот прекрасные девочки задают мне такие вопросы, но у нее эта девочка хотя бы есть семья и лицо. А большинство людей, которые пишут расстрелять мелкобуржуазную амебу, у них нет ни имени, ни лица. Они анонимы. И поэтому им совершенно несложно строчить очередную анонимку. Для того, чтобы проклятого перца чпукнули. Потому что он, сволочь такая, не целует в попу того, кого надо, и мыслит как-то по-другому. А мыслить по-другому не надо. Не надо мыслить по-другому. Нужно мыслить как все. Ходить с троем и делать то, что тебе говорят. А если ты хочешь делать то, что ты сам считаешь нужным, ну, ты враг народа. Однозначно. Вот такие горькие мысли рождаются у меня, пока я вожу экскурсии по моим любимым улицам. И на самом деле после этих экскурсий очень часто люди просто останавливают меня. И у нас действительно начинается дискуссия. Здоровая, кстати, во многом отношении. Хотя многие со мной и не согласны, но им нравится вот разговаривать на этой теме и ставить вопросы ребром. Поэтому, ну, если вы хотите в этом поучаствовать, ну, приходите, собственно, вот. Буквально в ближайшее время, 4 мая, в Москве у меня будет экскурсия по Никольской и по Ильинке там, на все наши замечательные темы с терроризмом, купцами. И всем остальным связанные анонсы есть у меня в группе. Я оставлю ссылку под этим видео. И будут идти косяками экскурсии вот с 9 по 12 мая в Петербурге. В 5 часов они все будут начинаться. Там тоже и романы о бессоплее, и террористы, и вся вот эта вот культура наша. В общем, все то, о чем я обычно рассказываю. В конце, чтобы закончить на мажорной ноте, вот, хочется сказать, что был тут эпизод, который позволяет мне верить в нашу страну, в наших людей. У меня было интервью с Оксаной, врачом. Там, кстати, было минимальное количество комментариев от упоротых дебилов, и это радует. И, ну, там в конце была объявлена просьба о сборе средств. Так вот, Оксане на собирали уже почти 150 тысяч рублей. Это, ну, это вот, на самом деле сумма, которая ей позволит совершить то, что она задумывала. И все это произошло благодаря вам. Я был в приятном шоке, Оксана была еще в более приятном шоке. Писала мне, я не знаю, как вы сблагодарите, мне-то что-то благодарить. Вас надо благодарить, дорогие друзья, зрители. Благодаря вам это произошло. Один человек прислал 60 тысяч рублей. Я не знаю, кто это, но если вы меня сейчас смотрите, то я хочу сказать вам огромное спасибо. Это прям, ну, это прямо респект. Поэтому, вот, все-таки я верю в нашу страну, и ни в какую Америку я не собираюсь переезжать по собственной воле, хочу вам сказать, несмотря на свою не очень стопроцентное приятие в сталинской действительности, буду жить здесь, снимать видео и водить экскурсии. Следите за анонсами, приходите, увидимся, оставляйте ваши комментарии. Все ссылки есть вот там же. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok